Задача рядового Константина Куклина сегодня взять пробы воды, травы и грунта. Образцы нужно доставить в лабораторию для анализа. По ним эксперты смогут определить, опасно ли находиться в этой зоне. Военнослужащие проверяют, содержат ли эти ящики радиационную активность. С помощью спецприбора из шести необходимо выбрать два. Конкретные экипировки довольно-таки сложно. Это все делать в противогазе, жара, мороз в разной среде. Но справляемся. По легенде, все действия проходят в химической и радиационно зараженной зоне, поэтому все маневры военнослужащие проделывают в противогазе. От них требуется в полной экипировке, как можно быстрее добежать до бронетранспортера, затем продемонстрировать мастерское вождение, змейка, преодоление рва и крутой подъем. На полигоне условия максимально приближены к военным. Звучат автоматные очереди, участникам соревнований приходится проходить полосу препятствий в условиях домовой и огневой завесы. С первым местом поздравили экипаж старшего лейтенанта Антона Павликова. Свой расчет подбирал лично. Тот личный состав, который имеется в подчинении, был индивидуальный подход к каждому военнослужащему. Отбирал по нормативам специальной подготовки и по нормативам вождения. В региональном этапе конкурса «Безопасная среда-2017» участие приняли лучшие экипажи из воинских частей Самарской области. Победителей теперь ждет всеразийский конкурс. В конце июня в Шиханы приедут участники со всей страны. Уже заявлено 13 команд. По словам организаторов, дистанцию планируют усложнить. Кроме того, военные должны будут продемонстрировать умение владеть оружием и меткость.